Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 687. События дня. 2 Тимофея 2.8. Помни Господа Иисуса, воскресшего из мёртвых. За 30 октября 2017 года. Артур Алёхин. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. У вас каждый день выходит рубрика под названием «События дня», в котором вы считаете свою переписку с разными людьми. Но вы просто считаете, что вас спрашивают и что вы ответили. Не хотели бы вы немного реформировать эту рубрику или сделать ещё одну, в которой вы бы давали развернутые ответы на вопросы или реплики, так сказать, экспромтом? Потому что на многие вопросы, которые вам задают, хотелось бы услышать полноценные, более детальные ответы с объяснениями, в свободной форме. Не сочтите за наглость. Просто хочу предложить, как лучше, на мой взгляд. Вот видишь, какие хорошие мысли. Я отвечаю, говорите. Когда я вёл занятия в разных университетах и в силовых структурах и три радиопрограммы, как составители ведущие, то воскресная передача онлайн была часовая. И всегда чуть не половину установленного времени а отдавал ответом экспромтом на 4124 вопроса, которые чудом сохранились, а было намного и много больше. Артур Алёхин. Я уже написал. Очень интересно слушать ваше объяснение тех или иных вещей. Но это можно делать хаотично в роликах, когда вы это делаете неумышленно. Но у вас нет рубрики с чёткими ответами на конкретные вопросы. Нет рубрики. На сайте-то она есть. И так, чтобы было по папкам, по темам, я даже не знаю, есть ли у кого кто выступает. И столько. Как правило, вы отвечаете или цитатой из Библии, или коротко, не раскрывая ответ. Не раскрывая ответ. Например, как-то я вас спросил про свою супругу, которая готовилась стать крёстной. Я спросил, нужно ли как-то готовиться. Вы ответили, абсолютно понятно. Нужно стать для крестника мамой. Однако, хотелось бы ещё услышать. А почему тогда церковь просит проводить какие-то обряды? Почему они просят учить какие-то молитвы? А может ли стать крёстным, неверующим и так далее? То есть, хотелось бы услышать от вас абсолютно развернутый ответ, что у потом не оставалось никаких неосвященных сторон. У меня как раз вчера только звонил один священник знакомый. И вот насчёт крёстных. Я говорю, да, это всё так. Для отмазки. У меня примерно 10 крестников. И влияние ни на одного не имел и не имею. А почему? Обстановка меняется. Они уходят. Родители там начинают против чего учить-то его. Не надо ничего. Не надо ничего. И как считаете, у тех, которые верят крепко, у тех это всё надо. И молитвы надо, и обряд нужен. Ну всё. Крёстный неверующий, конечно, быть не может. Чего же он научит-то неверующий? Он должен быть и очень верующий. Я сейчас говорю не только о своём вопросе, а о всех, которые вам задают. А эти-то вопросы, это можно прочитать, послушать. Ролики выходят. И подробно отвечают на эти вопросы. Священники-то есть, посмотрите. Их ни один, ни два, много, кто выступает и отвечает. Очень много вопросов вам задают, но вы отвечаете на них очень коротко. Как бы не просящие полноценто. Полноценто. Не знаю, что просящие. К слову, вот это тут. Как бы не заботитесь ответить. Может быть, вам сделать ещё одну рубрику или изменить формат уже существующей события дня? Ещё добавлю. Почему я предлагаю это? Люди, далёкие от религии, крайне негативно реагируют на ответы, содержащие цитаты из Библии. То есть, крайне негативно. Ну и что? Они пришли не ко мне, я как раз об этом говорю. А если нужно, чтобы просто говорил где-то, таких священников много. Они говорят много, а Библия не подтверждает. Они много знают. Так что, есть куда обратиться. Они ко мне. Я отвечаю по Библии. Я хочу остаться таким рупором Божьим. И вникать в это будет только человек близкий к религии. И не к религии, а ко Христу. Религии Господь не устанавливал. Более того, даже если человек захочет понять ему, будет сложно это делать из-за специфики языка и изложения Библии. Специфики никакой тут нету. На русском языке всё понятно. В том числе сужу по себе. Как пример. Я уже говорил вам, что очень люблю книги Александра Мени. Когда впервые мне попалась его книга, это был «Сын человеческий», я приступил к чтению с огромным скепсисом. Полагаю, что сейчас начнётся сложный язык. То есть, ещё не смотрел, а уже заранее. Однако, когда я понял, что мне объясняют обычные человеческие, или, если хотите, религиозные истины, простым, привычным для меня языком, я просчитал с большим удовольствием. Привычным для меня, так надо же дальше двигаться. Это молодой человек. В 53 годах Карл Маркс изучает русский язык, в 53 года и в оригинале считает Пушкина. Ну, вот и от вас хотелось бы более простого языка. Простого, наверное. И развернутых ответов на вопросы. Ну, это не по адресу тогда. Если Библия не нужна, голос Божий не нужен, то, а я-то зачем нужен? Кто я такой? Я считаю, это и неверно. Люди-то не ко мне пришли, а Божий ответ узнать. Ничего этого делать не нужно, так как на нашем сайте в 55 папках даны мною 4124 ответа самым пространным образом. И вот написано «К истине один, народ, друг». И почему бы моему ответу нужно было быть иным сегодня, а не таким, каким он был вчера? Вы тогда заходите с вопросами сами по скайпу ко мне. Можем договориться, сколько раз в неделю, один или семь раз, и когда именно. Заранее приготовляйте вопросы. С вопросами заходят ко мне почти ежедневно. Я подробно им отвечаю. Но есть повторы, и тогда отсылаю к уже сказанным вот сюда же. Ну, а дальше я уже начинаю объяснять, почему он, ну, там, не конкретно Артура, а почему вот есть люди, которые так реагируют на библейское. 1 Иоанна 4, 5. «Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их». «Я не от мира», Господь говорит. «Мы от Бога, знающий Бога слушает нас». Кого он имеет в виду? Нас, апостолов, конечно, и нас с вами. «Кто не от Бога, тот не слушает нас». Вот причина-то, а не то, что специфика языка, это все пустое. Не слушает нас, они не от Бога. Они не от Бога, так они не по адресу пришли. «Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения». То есть, если я буду отвечать, вот чего хотите, я буду отвечать по духу заблуждения. Мне это разве надо? Да сохрани и помилуй. 2 Петра 2, 2. И многие последуют их разврату. И через них путь истины будет в поношении. И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Посмотрите, сколько. Вот только начальник говорит, а 4 место Писания уже привел. Загибайте. 2 Тимофеев 4, 3. «Ибо будет время, когда здравого ущения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые растили бы слух. Вот меня хотите избрать таким? Не будет этого по своим прихотям». Исайя 30 глава, 10 стих. Вот это все места Писания, выбираю, которые показывают. Еще тут непонятно. Все понятно. 3, 10 стих. «Которые провидящим говорят, перестаньте провидеть и пророкам, не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте приятное. Сойдите с дороги, уклонитесь от пути, устраните от глаз наших святого Израиля». То есть Библия, это автор. Бог удалите. К чему-то призывают. Иеремия 29, 8. «Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, да не обольщают вас пророки ваши, которые среди вас и гадатели ваши, и не слушайте снов ваших, которые вам снятся». Иеремия 5, 31. «Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ мой любит это». Что же вы будете делать после всего этого? Вот определенно, четко и ясно говорит, что народ любит это, они будут слушать, приходить. А мне зачем это? Я, гляжу, там песенку спел один, и 6,5 миллионов посетителей. Ну, он лег спать, что ему 6 миллионов? Вот это проходящий ветер дунул. Если бы у меня зашли 6 человек, я знаю, это люди, которые нашли нужное. Иоанн, 15, 19. «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира? Но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Вот одни слова. Что тут непонятно-то? Так вот, кто был, бывает, и говорит, непонятно. Я говорю, «Ну, давай, показывай, что непонятно-то». Ничего не может показать. «Помните слово, которое я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше». То есть, и все, не надо ничего менять. Иоанн, 17, 14. «Я передал им слово твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира». Иоанн, 17, 16. «А они не от мира, как и я не от мира». Иоанн, 3, 31. «Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли, земной и есть, и говорит, как сущий от земли, приходящий с небес выше всех». Это прямо уже определенно настраивает на определенные... Ну, что делать? Иоанн, 17, 17. «Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злые». Я вот один стих даю, в нем весь ответ заключен. Михея, 2, 11. «Если бы какой-либо ветреник выдумал ложь и сказал, я буду проповедовать тебе о вине и секере, то он и был бы угодным проповедником для этого народа». Мне это надо? Или кому? О вине и секере. «В делах человеческих, по слову уст твоих, я охранял себя от путей притеснителя». Путь притеснителя – отвечать от своего черева. Откровение, 12, 9. «Инездержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною Д.С. обольщающий всю вселенную, неизвержен на землю, и ангелы его неизвержены с ним». Артур Алёхин. «Да, я считал ответы на вопросы на сайте. Но вот смотрите, Игнатий Ильич, как пример, беру вопрос и ответ с вашего сайта. Вопрос 615, второй том открытым оком. «Человек тяжело заболел, а потом выздоровел. Не значит ли это, что болезнь была для прощения какого-либо греха?» Ответ. «Может быть и да, и нет». Это я с кафедры отвечаю в университете. «Когда один дьякон нёс чашу с дарами, то у него внезапно вытек глаз, и он понял, что ему прощён какой-то большой грех. Болезнь посылается для вразумления, и так как Христос пострадал за нас плотью». Он прямо Господь показывает, «я это место выделяю, делаю курсивым чёрным». «То и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестаёт грешить». Но таковым Господь говорит, Иоанн 5,14. «Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, вот ты выздоровел, не греши больше, что бы ни случилось, с тобой ещё хуже». Сходится с этим, да, но не всегда. Иоанн 8,11. «Она отвечала, никто, Господи, никто не осудил». «Иисус сказал, и я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». «Я как обыватель так и не понял». «Вы ответили и да, и нет». Затем дали цитату. «У меня возникает куча вопросов, посылает ли болезнь Господь точечно, или же болезнь – это часть нашего автономного бытия, и то, и другое». «Что тут непонятно?» «Я ответил и да, и нет». «Можно ли сказать, что болеющий человек страдает за грехи или нет?» «Можно, но однако не согрешил ни он, ни родители, а родился слепым». «Если человек вообще не болеет, есть же такие люди с хорошей генетикой, значит ли это, что они безгрешны?» «Не значит, Господь покинул их, кого люблю, того наказывай». И многие другие. Вот и ответы я уже вам ответил. То есть, и так можно думать и так. Это все неоднозначно. То есть, вопрос не раскрыт полноценно, как мне кажется. Ну вот, кажется, крестись, такая поговорка. Ни в коем случае я не хочу настаивать, просто пытаясь объяснить свое видение этой темы. Ну, молиться надо. Раз, если не молитесь, то и откровений никаких нет. А давайте просто. Я как-то вел занятия в тюрьме регулярно, и потом там туберкулезная есть, больничка называют. И один говорит, вот, как вот вы считаете, вот мы вопросы задаем наши тут зэки, то, вот вы отвечаете, не все и понятно, места писания. А может быть, сделать так попроще, чтобы они понимали. Люди-то. Я говорю, вот лежит человек пьяный в луже, в грязной. Я ему хочу что-то сказать. Он мучит, непонятно. Я могу поднять его, встряхнуть. Может быть, даже верхнюю одежду тут, говорится, снять с него. Грязь тещет. Поставить его к забору и разговаривать с ним. А по-другому могу я лезть в лужу рядом с ним и разговаривать. На какой вопрос лучше, он говорит. Ну, тут понятно. Спасибо за предложение в скайп. Я буду иметь в виду. Я отвечаю. Со мной в одной камере в местной тюрьме, в Барнаульской, сидел Лозин Анатолий Максимович, преподаватель второй группы космонавтов и директор мамонтсовского рыбокомбината Север Владимир Митрофанович, главный рыбак Алтая, у которого отдыхали космонавты и первые секретари КПСС. Они целый первый день пропускали мимо ушей, что я отвечал им из Святой Библии. Но уже через день они так и спрашивали уже, а что там написано в этой вашей книге? То есть уже нужен был не человеческий ответ, а именно окончательный и безукоризненный, то есть Божий. Но для выхода на разговор по скайпу вставляете Игнатий 10. Можно поговорить только с четырех ночи по Москве и до 17.00. Говорить только о нужном, спасительном. Вопросы свои заранее напишите и имейте перед собой. Можете выходить на связь с близкими вашими. Все нами записывается очно или автоматически и выставляется в интернет после рассмотрения. Ничего обычно не вырезается, не купируется. Кто не согласен, не звоните. Что это очно? Это значит, что я... Говорим, у меня с собой стоит аппарат включенный специально и записывается. Аппарат здесь у меня, видик. Или и одновременно ведется автозапись. Я все равно выставляю. Артур отвечает. Понял, хорошо. Хорошо же вы знаете. Хорошо. Вы же знаете. Я сам все записываю. Поэтому не против. То есть, чтобы записывать и выставлять. Галина Влеська. Мир вашему дому, дорогой Игнат Тихонович. Вчера, в воскресный день, на пасторском часе нашего прихода, прихожане задают настоятели вопрос о том, Бог наказывает или нет. Такие вопросы интересные. Наказывают. Ну, когда везде, всюду говорят, наказывают. А Попы играет сегодня. То есть, за Бога. Бог не наказывает. Он добренький. Он хороший. Вы грехами своими наказываетесь. В прениях результат не найден. Вижу по лицам вопрошающих, что у них вопрос остался. Уже дома набрала в поисковике слово «наказывает», а его нет в Библии. Действия от Бога в глагольном написании нет. Набирая слово «наказание», оно есть и 12 повторений. Те в существительном выражении только присутствуют. Вопрос к вам. Все-таки Бог есть любовь, а грешник сам себе собирает горящий уголь на голову, и Бог попускает, ожидая покаяния. А правильно понимаю, то есть я, в следующий раз мы у себя продолжим эту тему и буду брать с собой на беседы поисковик по Библии. Всем три поклона от меня. Благодарю. Да пребывает истина вовек и со всеми нами. Аминь. Я отвечаю. Привожу только 29 свидетельств из Святой Библии, что именно так говорит Дух Святой, что именно Бог наказывает. А уж за что, то этот реестр не поместите на десяти страницах сотни примеров. Такие лицемеры, как бы защищающие Бога, которому имя любовь, были и в далекие времена. Вот интересно, я тут начинаю сейчас говорить, приводить в места Писания. Это Бог говорит, Святая Библия. Иев. Иев. 13.8. Надлежало ли вам быть лицеприятными к нему и за Бога так припираться? Хорошо ли будет, когда он испытает вас? Обманете ли его, как обманывает человека? Строго накажет он вас, хотя вы и скрытно лицемерите. Неужели величие его не устрашает вас и страх его не нападает на вас? Ну, книга Левит, 26.28. То и я в ярости пойду против вас и накажу вас всемиром за грехи ваши. Ну, я накажу. Еще непонятно, я даже не знаю, какой вопрос составить тут. Я накажу. Кто я? Я Бог с большой буквы. Первое. Царство. 3.13. Я объявил ему, что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал. Как сыновья его они чествуют и не обуздывал их. Ну, вот и все. Не чествует и живут нечестиво. Слово такое интересное. Я накажу. А зачем временная форма? Сказал накажу. Сказал вчера. Сегодня наказывает. А это уже все. Прямо говорит. И они пали там и были. Умерли от оружия. Наказывает. Исполнилось. Вот и в настоящем времени. И будет наказывать еще и в вечности. Вторая. Григорий. Царство. 7.14. Я буду ему отцом. И он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Я накажу. А как? Ну, вот показывает. А что он собирает? За грехи. Исайя 13.11. Я накажу мир за зло и несчастивых за беззаконие. Их положу конец высокоумию гордых и уничижу надменность притеснителей. Накажу. Иеремия 5.9. Неужели я не накажу за это, говорит Господь, и не отомстит ли душа моя народу, как этот? Иеремия 5.29. Тут 9, а тут 29. Вот так. Неужели я не накажу за это, говорит Господь, и не отомстит ли душа моя такому народу? Ну, и дальше вот. Считайте места Писания. Иеремия 23.2. Это можно открыть, прочитать. Вот. К пастырям, говорит, разогнали. Я накажу вас за зло и деяния ваши. Иеремия 23.34. О пророках. Нахожу того человека, дом его. Иеремия 25.12. Вот так. Накажу царя Вавилонского за их нечестие. И так. Иеремия 27.8. Какой народ царства не захочет служить на ухода Носору? Не подходит. Вы свои под ермо. Этот народ я накажу мечом, голодом и моровой язвою. Говорю. Я накажу. Я. А он себе собирает. Ну, это так понятно. Вы же спрашивали, кто наказывает-то? Не сама по себе это приходит. Бог говорит. Попы-то не верят в Бога-то большинство. И поэтому начинает играть в доброту. За Бога припирается и лгут, льстят. А кто первый мир потопил? За грехи? Понятно, за грехи. Ну, это причина была. А иногда и нет этого ничего. Он просто родился слепым. За что я его наказал? Ни родители, ни он. Для славы Божией. Вот и... Иеремия 29.32. Ну, и дальше сами смотрите. Вот сколько мест Писания. И это я взял для того, чтобы показать, что наказывает Бог. Он говорит. Я накажу. А стоит поп и глаголит. А, нет, он не наказывает. Спорят, сидят. Ну, накажу. Не бойся, раб мой, говорит. Я с тобой не истреблю тебя. Ненаказанным же не оставлю тебя. То есть, для будущего ставил. Кадриле. Говорит Господь. Я накажу ее. Говорил вчера. Сегодня наказывает. Настоящее время. И накажу еще в вечности. На суде Божьем. Это к будущему. Нельзя таким быть. Вредным или каким. Нельзя. Считайте дальше. У меня голоса нет. Осия 7, 12, 13, 8, 9, 9, 10, 10. Сафония 1, 12. Это определенно четко и ясно. Говорится, что Бог наказывает. Бог. На пастре гнев. Захария 10, 3. Исход 20, 7 стих. С 34, 7. Исход. На страшном суде. Кто будет наказывать грешников? Я спрашиваю. Ну, пожалуйста, выделяю места Писания. Перевожу их. Такой вид, чтобы его отделяло. И прямо говорит. Если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связав Уцкого, Уза, Мятского, Мрата, связал в прошлом, не пощадил, предал блюсти на суд для наказания, когда в будущем, 2 Петра 2, 9 тоже, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушений. А беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. От кого на суде Божьем? За что? Это другой вопрос. Это так вот искусственно. 2 Петра 1, 9. Евреям 10, 29. Евреям 12, 5. Господне наказание. Не надо еще врать все. Он их послав, и Он поможет перенести. Надо не то, что там философски, а реально смотреть. Евреям 10, 29. Наказанию повинен будет тягчайшему, кто попирает Сына Божия. От кого наказание? Ясно дело, от Бога. Болезни приходят. Евреям 12, 5. И 3 Езры 7, 47. Премудрость Соломона 11, 16. 12, 25, 18, 5. Это я не 2, не 3. Место священного Писания. Ну, открыл и показываю. Посылает на него страшное наказание и в конец понизлагает его. Кто насылает, Господь? Погубил кто? Я вопрос опять ставлю. И вот сколько мест Писания. И вот здесь надо быть каким уже, чтобы противоречить этому. Число 14, 16. Таразакония 11, 4. Псалом 9, 6. Псалом 77, 33. Плачь 22, 43, 8. Ну, Господь говорит. И я во гневе моем. Ну, я не добавить к этому ничего не могу. Иуда 1, 5. Третья Маковейская 24, 3 Маковейская 6, 3. Третья Ездра 30, глава 3, стих. Премудрость Соломона 12, 14. Премудрость Соломона 18, 5. Серахов 46, 7. Это уже определенно хватит. Я не стал брать все, их там конца нету сколько. Вот и весь ответ. Наказывает или не наказывает? Наказывает Бог. Не надо изменять слово. Не надо. Бог накажет из-за этого. Подмену словами ведут разное, как у сектантов. Вместо ереси, динаминации, конфессии. Двумя словами, двойной крышкой закрыли слово еретик. И поэтому они исправляются. Еретик, это и понятно, не спасется. Надо искать истину. Приди в православную церковь. А если не номинация, так Бог любит всех. Какая конфессия Богу? Нет разницы, там еретик, не еретик. То есть, каждый лезет на место Божие. Сели на Моисеевом седалище. Вчерашний день ходил я. На завещание все-таки не дают там. Ну, копию сняли, дали. Ходил далеко. Ноги гудят. Отсидел дома-то. Вот. Приезжала тут одна сестра. Посмотрели тут моменты какие-то места писаний. Вот. Целый день один дома. Вот считаю и молюсь. Молитва. Я все благодарю Бога. Что бы делал пенсионер? А так, загружен. Столько вопросов. Вот. Показываю. Ну, жду, когда Володя придет. И вот мой мир. Здесь можно. Почта есть вот вверху, к истине. Два Mail.ru. Вот. Очень богатый у нас здесь ресурс. Видео 7300. И 21 тысяча. 21 тысяча. Фотографии. Вот как раз. Ну, а потом ленточный вопрос. Вот в субботник зашел. Субботу вынес на первое место. Алексей 64. Такое. И наш видеоканал православный открытым оком во свете Библии. По 5 роликов ежедневно выставляю. Сейчас только недавно выставил. Посмотрите. Володя тут несет. Приехали из Потеряевки. 58 просмотров. А Златоуста 1 просмотр. Ну, ясно дело, как события пользуются спросом. Ну, уже вчера, что через день. Тут большая разница. Большая. Хорошо. Кошки обзывают. Обживают. Но вместо 666 просмотров. О, какое кошачье. Вот. Прошло, допустим, больше времени. Ну, не несколько дней. Но тут тогда по-другому. Вот Ольга, сестра Виктора, приходила. И уже 1066 просмотров 4 дня назад. Тысяча одна. И для нас это уже много. Но это именно те, которые берут, читают, исправляются. И прочее. Ну, и во свете Библии. Вот она, Библия. И вот они. 4124 ответа по темам. Бери. Самым подробным образом отвечаю. На основании Библии. Что сказали святые отцы и патристика. Что говорят жития святых. И что говорят каноны церковные. Это довольно подробно. 4 параметра. Да еще далее. Из того, что есть, что из истории там и откуда. Я же это беру во внимание. Иногда привожу совершенно неправославных людей. Ну, а сказали-то правильно. Вот. Ну, и вот. Тема государства. Вот один вопрос я вытащил. Вопрос 2064. Восьмой том открытым оком. Как святые относились к музыке? Удивляет то, что самая считаемая у православных книга псалтырь прославляет Бога на различных музыкальных инструментах. Псалом 83 стих. Это написано. Возьмите псалом, дайте тимпан, сладкозбучные гусли с псалтырью. А как до дела дойдет, так каждый кимвал и свирель толкует только аллегорически. Судят католиков, у которых такое прекрасное органное оформление богослужения. Музыкой пользовались и пророки, и на небе эти гусли показаны. Но монахи шума камыша боялись, а трубный звук рога, игра на псалтырные музыкальные, их может шокировать. Монахи не должны любить музыку, они должны любить только молчание и тишину. 4 ассар 3.15 Молчание, молчание и тишину. 4 ассар 3.15 Все вглубь себя размышляет, а там ничего и нету, пустота. Это было раньше журнал «Паломник», и там про светителей статья такая, «От тьмы к свету» я его насчитал. 4 ассар 3.15 «Теперь позовите мне гуслиста, и когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея». Феодосий Печерский 3 мая В одной из таких посещений преподобный встретил у князя музыкантов, игравших на разных инструментах. Все веселились. Долго преподобный, потупив глаза, молча сидел подле князя. Потом сказал, будет ли так на том свете. Умиленный князь прослезился и велел тотчас прекратить музыку играющим. И с тех пор, когда преподобному приходилось заставать музыку во дворце, князь, узнав о приходе блаженного, тотчас же приказывал прекратить ее. Вот я пишу «Тишина и музыка, как их соединить, обнявшихся и любящих увидеть?» Осталась ли связующая нить таинственных, божественных наитий? Божественных наитий мудрецов, слагавших гимну властелину света. В раздумьях о невидимом своем закрыв лицо, они касались солнечных сонетов. Солнечных сонетов от первозданных лет. Персты нежнейших звуков приобщились. В рокоте громов поэт вступал в куплет. Последняя строка уже слезой кропилась. Строка слезой кропилась и молитвой. Зажар стиха и поэтичность слога. Летящий орлом, ползущий улиткой, Беспомощность дитя сосущего из рога. Дитя сосущее из рога продолжение. Врдание с природой спит в обнимку. Увидеть, осознать, прославить прислужение за птиц-зверей созвездия травинки. Зверей созвездия травинки поутру и щебетания птиц еще уставших. Все от Творца, пославшего нам труд, Слагать стихи для музыкантов наших. Для музыкантов наших зарубить на память, что есть музыка и бредни. Не кандалами с силой в бубен бить. Шабаш нечистой колдуны и ведьмы. Нечистой силой колдуны и ведьмы. Через транзистор телевизор скачут. Развод покоя с музыкой так вреден. И новый брак с вопящими тем паче. Володя, ты возьми у меня аппарат, мне надо зайти, я песнопение поставлю, как поют. А то мне сбросят, и туда нет прохода-то. Вот, возьми, пожалуйста. Я сейчас посмотрю. Сейчас я завяжу в интернет. Так, музыка. Закрыл ее. Сейчас я снова открою. Тишина и музыка, как их соединить. Ага. Сейчас я выйду в интернет. Вот так. Вот крестик нажал. А за крестиком тут YouTube. Что-то долго крутит. Тишина и музыка. Вот она. Тишина и музыка. Вот. В интернете я. Тишина и музыка. Вот. Как их соединить? Поет Виктор Савченко. Вот уже открылась. Тишина и музыка. Как их соединить? Вертикально. Не надо там, я говорю же. Тишина и музыка. Тишина и музыка, как их соединить. Обнявшихся и любящих увидеть. Осталась ли связующая нить? Таинственных, божественных наитий. Божественных наитий мудрецов. Слагавши гимны властелину света. В раздумьях о невидимом, свое закрыв лицо. Они касались солнечных сонетов. Солнечных сонетов от первозданных лет. Персты нежнейших звуков приобщились. В рокоте громов, поэт ступал в купле. Последняя строка уже слезу укропилась. Зверей созвездия, травинки по утру. И щебетанье птиц, еще уставших. Все Творца, пославшего нам труд. Слагать стихи для музыкантов наших. Строка слезой кропилась и молитвой. Зажар стиха и поэтичность слога. Летящую орлом, ползущую улиткой. Беспомощность дитя сосущего из рога. Дитя сосущее из рога продолженья. В рыдании с природой спит в обнимку. Увидеть, осознать, прославить прислуженье. За птиц, зверей, созвездие, травинки. Зверинь созвездие, травинки по утру. И щебетанье птиц, еще уставших. Все Творца, пославшего нам труд. Слагать стихи для музыкантов наших. Для музыкантов наших зарубить. На память, что есть музыка и бредни. Не кандалами силой в бубен бить. Жабаш нечистой силы колдуны и ведьмы. Нечистой силы колдуны и ведьмы. Через транзистор телевизор скачут. Развод покоя с музыкой так вреден. И новый брак с вопящими тем паче. Зверинь созвездие, травинки по утру. И щебетанье птиц, еще уставших. Все Творца, пославшего нам труд. Зверинь созвездие, травинки по утру. И щебетанье птиц, еще уставших. Все Творца, пославшего нам труд. Слагать стихи для музыкантов наших. Так, ну и сегодня на все показать, что тут Володя готовит. Вот у нас обед, обед, вот она где. Ложечки сидят. Пожалуйста. Картошка. И на этом все сегодня.